Всем привет! Это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. Сегодня у нас в гостях наш гость из Украины, сценарист, руководитель сценарной группы под неформальным названием ОПГ Леси Волошин, сама Леся Волошин. Леся это сценарист, у которого огромное количество проектов в разных странах, это сериалы, ну по большей части сегодня мы будем говорить о сериалах, если возможно. Здравствуйте! Здравствуйте, Коля! Рад вас снова видеть, хотя бы в Зуме. Последний раз мы встречались в декабре в Киеве. Нам всегда не хватает времени нормально пообщаться. Вот, теперь у нас есть бесконечное время в Зуме для того, чтобы, ну, обсудить, ну, как мне кажется, очень важную тему. Я уже не первый раз говорил о том, что, ну, там, сценарное дело это то, что может помочь, ну, в том числе и Казахстану, возможно, и Украине, да, как-то, то есть только за счет этого можно как-то пробиться куда-то, ну, выше уровнем, скажем так. Сейчас громких слов, чтобы не говорить. Вот. Лесси, расскажите, пожалуйста, как вы, ну, то есть я часто у сценаристов спрашиваю, как они пришли к тому, что стали сценаристами сериалов, скажем так. Ну, у меня образование все-таки немножко профильное. Я заканчивала университет театра кино и телевидения Карпенко Каррова. Правда, я по образованию театральный критик, но дело в том, что, как оказалось, в нашей стране театральные критики не нужны, потому что нет профильных изданий. А что такое театральный критик без профильных изданий? Ну, если что говорить, я пришлось переориентироваться на другой способ заработка денег. А дело в том, что когда я писала свой диплом по театральной критике, то он был по современной украинской драматургии. Ну, и это подтолкнуло меня к тому, что я стала современным украинским драматургом, стала членом спилки «Песменники» как украинский драматург, молодой украинский драматург. Ну, собственно говоря, а там уже от молодых драматургов до молодых сценаристов и преподателей. Круто. Ну, получается, по сути, вы, получается, изучали драматургию. Ну, то есть сейчас многие те, кто работали на телеке, они просто перешли, изучали на практике. Вы изучали драматургию. То есть, по сути, вы больше, скажем так, из писателей, да? Скажем так. Я из театральных критиков. А, ну, театральные. Хорошо. Сделаем новую категорию. Пять лет мы изучали драматургию, мы изучали мировую драматургию. Театрю четыре тысячи лет, поэтому там было что изучать. Ну, как бы, ну, конечно, это было не телесценаристика, не сценаристика вообще. То есть, то, что касается именно сценаристики, у меня огромное количество книжек. Вон, там, около сорока книжек по сценаристике. Они все прочитаны, они все, ну, проработаны. Ну, начиналась работа с МИТЫ, кино между Адами Раем, потому что это были мохнатые 2000-е годы. И тогда на русском языке литературы практически не было. МИТА был, по-моему, первый, кто написал свою книжку. Ну, и с него все началось, с МИТЫ. Расскажите про свой первый проект именно сериальный. Или это был первый проект? Первый проект сериальный был, нет, как раз был сериальный, был очень, ну, как бы, тут несколько вариантов. Один был это в Москве, когда я, как современный украинский драматург, попала в группу сценаристов московских, потому что они адаптировали сериал, который должен был происходить в Киеве. И я поработала на АМЕДИА какое-то время. И нас там, Фриментал, это продакшн, которому правообладатель. Фриментал учил нас, как работать со сценарием, как работать с диалогами, как работать с эпизодом, как бы. Но этот путь был не очень длинный, потому что там что-то у них проект, у АМЕДИА это цифрус, о котором собирались сделать. Ну, я вернулась в Киев, и первый мой длинный проект, это была чилийская адаптация, там было 124 серии, чилийская адаптация «Нищий принц». Такая история про двух братьев, которых разлучили в детстве, один остался в бедной семье, а другого продали в богатую семью. И вот им уже 25 лет, они встречаются, и такая хорошая. Мне кажется, мне до сих пор кажется, что это была очень хорошая адаптация, мне очень нравится, чтобы мы написали хороший сериал, но там как раз нам не повезло, потому что, когда мы его написали, грянул кризис 2008 года, ну, собственно говоря, этот проект лег на полку. Он был полностью оплачен, наша работа, но как бы дальше работа по нему не пошла. Я все еще надеюсь, что Стармедия рано или поздно вспомнит, что у них лежит 124 серии оплаченных, написанных и оплаченных, и решат это реализовать. Так вот это был самый, где я выступила как глава автора, как руководитель же опыта, где я выступила как человек, который может работать с длинным проектом, потому что, ну, как бы, ни для кого не секрет, что длинные проекты, они сложные. Сложные в плане того, что нужно держать вот эти все припяти в голове, нужно держать всех героев в голове, нужно создавать все время новые повороты для того, чтобы зритель не заскучал, но как бы вот этот проект, 124 серии, показал мне, ну, как мне, в первую очередь, что могу, хочу, и мне это нравится. Так что теперь уже все, что длинное, меня не пугает. Смотрите, ну, у вас вот проекты, получается, вы делали для России, для Украины и для Казахстана. У вас, я просто с каждым годом смотрю, строчка для Казахстана, она потихоньку догоняет список украинских и российских. Абсолютно. Украинских может, ну, смотрите, где-то у Казахстана действительно больше, да, потому что, во-первых, в Казахстане больше продюсеров, с которыми я работаю. Как это ни странно, чем в Украине. Во-вторых, работать с казахским продюсером – это огромное счастье для меня лично и для моей группы, потому что мы пишем все время истории, которые вот тут у нас не закажут. Например, вот эта история, которую мы с вами вот сейчас дописали, вы снимаете, да, про младшего сына, но в Украине она была бы нереальна. Потому что, почему? Потому что, ну, как бы, ну, нашли на помойке ребенка. Это же не трагедия женщины, которая потеряла мужика. Ну, как бы, мы любим все такие женщины, которые теряют мужика. А у нас другая история лежит в другой плоскости. Что делать с ребенком, которого нашли на помойке, и мама, которая не справляется со своими огромными количествами, ну, большой семьей, и плюс еще ребенок. С одной стороны, жалко, с другой стороны, сложно, страшно, и как бы у нас ругает. То есть, казахские проекты более социально интересны для меня лично. То есть, все, что мы делаем для Казахстана, это всегда имеет какую-то социальную составляющую. И они, ну, они все, они обучают, они пытаются чего-то, чему-то, зрителя чему-то научить. И мне, как бы, вот всегда поэтому и приятно с ним работать. Опять же, давайте вспомним тот проект, который мы с вами делали про площадь правосудия, да, про судью. Да, это тоже обучаемо, это как ликбез. То есть, с одной стороны, мы как бы рассказываем такие истории реальные, ну, на реальных делах, да. С другой стороны, мы показываем людям, что, в принципе, как можно делать, что нужно делать, как можно с этим бороться. И, собственно говоря, о том, что добро всегда побеждает. Ну, это такие вещи, которые, мне кажется, нужно нести в массу. Телевидение должно не только развлекать, но еще и, как бы, информационно и духовно поддерживать зрителя. И с Казахстаном, в этом плане, у меня, по-моему, идеально мы с ним входим в наших, ну, как бы... Да, понимаю, но получается, что вы не только, ну, скажем так, с точки зрения, если можно так назвать, как бы, бизнеса дифференцируете. То есть, можно там в Украине зарабатывать, в Казахстане это создает какой-то там несколько источников. Но вы еще и творчески, получается, дифференцируете. То есть, здесь можно в Украине писать про это, в Казахстане про это. Если завтра вы откроете, например, там, не знаю, завтра Узбекистан откроется, а может быть, еще какие-нибудь там темы. Ну, это интересно вообще. Ну, это обогащает, скорее всего, да? Что? Ну, это и вас, и ваших сценаристов, в том числе, обогащает, ну, наверное, то есть, какие-то разные культуры. Ну, смотрите, я вам так скажу. Зарабатывать, конечно, на сценариях нужно и можно, и если ты сценарист, и не зарабатываешь на сценариях, то ты не сценарист, правильно? Это единственная моя работа, которую я делаю и делаю, мне кажется, хорошо. Но, в другой стороны, как человек с огромной фильмографией, я уже могу себе позволить брать проект, который мы не очень интересно разрабатывать. То есть, в Украине тоже хорошая проекта. Мы делаем сейчас там, вот мы адаптировали российские следы, сейчас снимают. Потом мы делаем с Аллой Липовецкой, второй сезон «Искрытие покажет». О, круто, хорошая новость. Да, мы уже дописываем его, вот, вот снимать. Я люблю Питерил. Ой, спасибо, я тоже его люблю. То есть, как бы, да, тут есть тоже проекты, но вот они, они скорее развлекательные, у них нет социальной составляющей. В казахских проектах, как правило, есть социальная составляющая, и это, ну, как бы, и это мне нравится. То есть, мы можем говорить с, я могу разговаривать с зрителями и говорить им, что хорошо, что плохо. Не просто, типа, смотрите, как увлекательно, ой, увлекательно, а еще увлекательно, а еще смотрите, как увлекательно, типа, не переключайте наш канал и увидим вас развлекать. А мы с казахскими зрителями, мы говорим о том, что вот это хорошо, это плохо, так поступать нехорошо. Вот, если ты поступил так, то, собственно говоря, тут тебя и ждет обратка. Вот, ну, как бы, в чем принципиальная разница. Зарабатывать деньги, да, это прекрасно, чудно и замечательно, но для нас, это такая, ну, для нас, для меня, для группы, возможность поговорить о чем-то, что действительно важно, ну, как бы, тебе, и ты можешь об этом говорить со зрителем. Вот в чем главное. Что же касается обогащения, скажу вам честно, я очень много знаю о Казахстане, и мне кажется, что я очень много не знаю о Казахстане, и очень часто мне не хватает таких вещей, то есть базовых, ну, например, там, даже описать, там, типичный казахский дом, или, там, ну, например, там, когда мы пишем нашу историю, и, там, героиня едет к бабушке, ну, и мы такие, а, ну, да, ну, бабушка, ну, понятно, бабушка, она едет в село, там, то-то, то-то, то-то. А мы все в детстве ездили к бабушке. Так вот, ну, если казахская героиня, не дай бог, где едет бабушка, у меня прям проблема. Я не знаю, как в этой бабушке все в доме, чем эта бабушка кормит, ну, как, как, какой распорядок дня, я ничего не знаю, потому что очень, очень, ну, как, вроде бы, похоже, но очень много специфики, и эту специфику все время приходится где-то брать, вот я начинаю вас мучить, других продюсеров начинаю мучить, а как у вас, а что у вас. Потому что ментально очень много вещей, которые отличаются, но есть вещи, которые вы знаете априори, вы выросли в этой культуре, а мы нет, и поэтому нам все время приходится, нам приходится работать больше, чем вашим сценаристам, потому что ментально они находятся в одном поле со своим зрителем, а мы нет, а для нас все это новое. Ну, в этом как бы есть прикольное, что мне очень нравится. Ну, вы знаете, это звучит классно и скромно, но если учитывать, что вы где-то половину сценариев в Казахстане, в сериальных, проходит через вас, то это, конечно, ну, интересно звучит, скажем так, в сравнении с казахстанскими сценаристами. Ну, Коля, ну вы же знаете прекрасно, что как только у нас проблема, я дергаю вас, Анну, дергаю Килбека, дергаю всех, пытаюсь получить от вас информацию, потому что без базовой информации у нас в наших прошивках, к сожалению, не существует. До 2000 какого-то там, когда мы с вами познакомились, вы же мой крестный отец в казахском сценарном ремесле, то есть это ваша, ваш проект был первый, ваш и этого Астара, да, Бесембина, выше появились в нашей жизни случайно и совершенно неожиданно, и вот как бы, и я очень рада, что так случилось. Так вот, когда, вспомните, вот с того периода, с того периода, до того периода, я никогда в жизни живого казаха не видела, клянусь. То есть, нет, я знала, что где-то есть Казахстан, где-то есть Грузия, Кагистан, ну как бы, ну все, на этом все мои знания заканчивались. Фикольно. Это правда. Кстати, знаете, первым живым казахом, который я увидела, был Атугак, он прилетел в Киев, мы еще не работали с ним, он захотел, ну, как бы, уже была какая-то информация, он захотел со мной познакомиться, и мы с ним встретились, там, в гостинице, мы мило пообщались, я выхожу, а такая, я говорю ему уже, я видела первого живого казаха в своей жизни, но с вами мы уже в этот момент уже сценарий даже написали, три состава, где жилы. Ну, я знаю, что, когда я приезжаю в Киев... А мы с вами не виделись. Да, мы тогда еще не видели, нет, я просто знаю, что когда мы приезжаем в Киев, некоторые мои знакомые до сих пор думают, что, ну, как бы, казахи выглядят так, как я. Да, в общем-то, ну, исходя из того, что я кореец, конечно, ну, это такое, как бы, ну, в принципе, наверное, для них, ну, небольшая разница. Нет, нет, большая, но для меня теперь большая разница. Теперь я, ну, вот тогда я помню, я больше, когда я иду по этой Михайловской площади, такая, типа, о, боже, я видела живого казаха, я с ними работаю, но я никогда их не видела до этого, это было прикольно очень. Это было прикольно еще, когда у нас, мы когда работали с компанией, шоу разрабатывали, викторину, и, ну, и, как сказать, ну, ребята, они не киевляне были, но, в общем, жили в Киеве, телевизионщики, и они периодически как бы с такой, с такой, как бы, с такой отсылкой, как бы, а, ну, да, ну, у вас же совсем по-другому, ну, в смысле, у вас же там восток, как бы, у вас там, ну, у нас восток, у нас действительно, как вы говорите, есть какие-то детали, ну, которые действительно ментальные, они другие, которые мы вообще не замечаем, наверное, но, ну, как бы, ну, не вот такой восток, как в Белом Солнце пустыне, знаете, там, ну, в смысле, женщины два шага, она сзади идет, у нас женщины еще такие, еще ого-го-го. Это я знаю. Ну, а с другой стороны... Видно, что женщины у нас там любят сильных женщин, в общем. Ну, да, а с другой стороны, Коля, помните про сало, история про сало, которую я никогда не забываю? Это когда мы с вами писали вот этот первый проект, и там я нашла, я честно нашла рецепт в интернете, где-то в Алма-Ате, в каком-то ресторане подают какую-то эту еду, и там в рецепте есть сало. Я помню, писала это сало, и мне прилетела ответка, это сало? Какое сало? У нас нет сала! Ну, я поясню для зрителей, то есть мы получаем, как бы, поэпизодник, там написано, ну, что-то вроде, семья там собирается, и женщина там, ну, накрывает на стол, нарезает сало, и как бы, и мы так, ну, у нас... Там рецепт был, там был рецепт, возьмите там 100 грамм сала на что-то, и у нас, и это сало я теперь помню. Мы тоже, для нас самый яркий пример вот того, что... Ну, действительно, за эти пять лет вы уже наших героиней, наших героев уже можете в том числе с нами спорить, насколько может быть, насколько не может быть. Это, ну, за это время вы действительно этот рынок, может быть, знаете даже, ну, получше, чем многие сценаристы, понятно, может быть, в каких-то ментальных деталях, ну, есть нюансы. Можете ли вы сказать, ну, кроме того, что вот вы пишете, да, можете ли вы сказать о какой-то разнице в зрителях? Ну, в смысле, вы же все равно, как я заметил, вы достаточно очень даже неравнодушно относитесь после этого к цифрам, которые получает тот или иной проект, думаете о том, почему, что, ну, если, например, даже те цифры, которые, ну, там, вы ожидали большего. Вот, есть ли вы какой-то вывод про нашего телезрителя, получается, потому что мы пока с вами сотрудничаем, ну, на телевизионных сериалах, отличается от казахстанских зрителей? Я не знаю, что вам сказать, мне кажется, что проблема не в телезрителе. Я хотела сказать первое, что ваш зритель более душевный и любит более такие эмоциональные истории, но потом я вспомнила, что заказывает контент не зрителя, а продюсер, и мне кажется, что просто ваш зритель получает больше то, что ему необходимо, вот эти эмпатичные, душевные, переживательные истории, а нашего зрителя почему-то присаживает на развлекаться-развлекаться, повороты-повороты, вот, но я не знаю, ну, в этом заслуга зрителя или все-таки, ну, заказчика, потому что заказчик, все-таки заказчик определяет, что будет смотреть зритель, правильно? Зритель не может голосовать, но судя по тому, что, как бы, идут хорошо вот именно истории простые для, ну, как бы, с простыми героями, с простыми какими-то человеческими судьбами, то зритель, зрители у нас похожи, то есть наши зрители тоже хотят видеть вот простого человека, судьба простого человека, похожего на меня, но в этом действии, как бы, своя соревновательная правда, потому что, мне кажется, есть два, два такое, два разных вектора, это либо я смотрю о себе, либо я смотрю о том мире, в который я никогда-никогда не попаду, поэтому, с одной стороны, богатые тоже плачут, я не знаю, как происходит у этих богатых, но вполне возможно, эти богатые именно так и живут, или я смотрю о том, как живет, ну, как бы, люди, как я, и тогда я начинаю, да нет, мы так не живем, мы так не едим, мы так не поступаем, то есть вот, мне кажется, два вектора направления, поэтому оба эти, оба эти вектора могут быть успешны, при правильном, при правильном, если правильно сделать, позиционировать, раскрутить, а вот такие полуистории, у нас что-то как-то вот, ну, типа, между, между, как у меня, и между каком-то миром, куда я никогда не попаду, что-то я не знаю, мне кажется, они не пользуются способом, но это мое мнение, я, я не пользуюсь, не заказчиком. Да, ну, у нас сейчас получается, просто опытным путем, у нас получается, что на телеке царствует, как бы, мелодрама, она приносит рейтинги, она удобна производителям, ну, нам, да, и она удобна заказчикам в том плане, ну, вот эту штуку я просто на всякий случай для наших зрителей хотел бы объяснить, что основное, ну, я уже несколько раз говорил об этом, но основной, как бы, центр заказов, у нас все-таки Министерство информации основных сериалов, и у них у всех есть определенные, скажем так, идеологемы, это то, про что хотят, не про что, а какие смыслы каналы, там, ну, Министерство хочет заложить, то есть, ну, это менее касается в сериалах, это менее касается пропаганды, а это что-то вроде, там, жизнь учителей, жизнь врачей, сельская там, сельская жизнь, и так далее. И, наверное, из-за этого у нас, когда в наших вот этих синопсисах, у нас выбирают те, которые, в которых есть какой-то вот, ну, в смысле, ну, то, о чем вы говорите, есть какой-то смысл, который, месседж, который нужно передать зрителю, его чему-то научить. Но получилось так, что сейчас все мелодрама, во-первых, ее могут смотреть, ну, большим количеством серий, ее не так дорого производить, как, например, криминальные там какие-то сериалы, или даже те же детективы, которые у нас пока еще нет успешных прецедентов, хотя везде, получается, они есть, да, ну, в смысле, кстати, хотел об этом еще поговорить. Вот, ну, сейчас у нас вот, как бы, мелодрама, ну, и, в принципе, я знаю, Лис, у вас есть даже курс по мелодраме, да, по обучению. Да, да. Извините. Просто, смотрите, Коль, мне кажется, ответ на то, почему смотрят мелодрамы, да, вот я, когда начинаю с курса, я начинаю с того, что мелодрама – это история про чувства. То есть это не всегда история про любовь, но это всегда история про чувства, да, то есть это может быть любовь и мужчины, и женщины, и женщины к ребенку, да, и двух каких-то близких друзей. То есть это всегда про чувства, про любовь к семье. То есть там не обязательно должны быть мужчина и женщина, и это как бы страсти. Но это всегда эмоция. А почему, собственно говоря, мы любим мелодрамы? Потому что мы все находимся в поле чувств, да, у нас есть родители, у нас есть там жены, мужья, дети, племянники, близкие нам люди, которые там не по крови, а по духу близкие. И мы, ну как бы, эти люди вызывают у нас эмоции, да, мы переживаем, когда у них что-то случается, мы о них заботимся. Поэтому вот эти чувства, они нам близки. То есть украдут у меня кошелек или не украдут – это еще вопрос. Или там пойду я торговать наркотиками или не пойду – это еще вопрос. Ну, у меня точно есть мама или была мама, у меня точно есть папа, у меня точно… Ну, как бы, и это то, что близко мне, к каждому из нас. Ну, как бы, нет ни одного человека, у которого нет вот этой привязки к чувствам, да, и вот эти чувства. И поэтому, когда… Это то, что нам понятно. Это то, что нам понятно как людям, да, то есть. Любовь к ребенку своему – это то, что не нужно объяснять, или любовь к маме. Это то, что можно показывать, но не нужно объяснять механизм действия. В детективе всегда нужно объяснить механизм. И я, как зритель, включаю телевизор, вижу – убили проститутку. Я думаю, ну и ладно, что мне… Где я, где проститутки? Да и неинтересна мне судьба проституток. Может, это и хорошая была проститутка, может, она случайно стала проституткой. Но я уже этого не увижу, потому что я выключила телевизор, и все, и все, и все, и проститутки для меня закончились. А если я включаю телевизор и вижу, что там девушка собирается замуж, то, конечно же, я остаюсь. Потому что либо я, ну, как женщина, я либо хотела выйти замуж, либо выходила замуж, либо у меня дочка растет, и она будет выходить замуж. Это всегда то, что меня включает. Это просто, поэтому, не только в Казахстане, везде мелодрама занимает первую лидирующую позицию. Человек хочет смотреть о себе, о своих каких-то, о обратку своей истории. Мне кажется, и на курсе, да, на вот этом курсе про мелодраму мы это очень подробно обсуждаем, подробно смотрим, как, ну, тут опять начинается уже профессионализм. Как заставить зрителя остановиться, как заставить зрителя почувствовать эмпатию к этому человеку, как заставить зрителя увидеть этого человека таким, как мы хотели, и остаться с нами, и переживать его судьбу, и поверить в то, что это все реально. Это все, конечно, этому всему можно научиться. Настя, я хотел еще подробнее более остановиться на... Вы глава группы сценаристов, да, я просто хочу поделиться своим, как сказать, своим опытом. Я, в общем-то, все эти интервью в том числе делаю для того, чтобы самому какие-то вещи понять, да. Ну, есть вещи, которые мы с вами проговариваем для зрителей, потому что мы с вами, ну, уже это обсуждали, либо это и так знаем. Но вот есть вещи, которые, например, меня очень на самом деле интересуют. Я бы вас спросил, даже если бы мы с вами, как всегда, где-нибудь встретились за кофе, да, на... Да, да, конечно же. Конечно. Вот. Ну, смотрите, Лей, смотрите, такой вопрос. Я думал так, вот эволюция моих размышлений. Что может быть, ну, в смысле, как может продвинуться наша индустрия? Я имею в виду Казахстан, да. Ну, вот в плане сценариев. Сейчас, получается, есть отдельные ребята, они все по-разному пишли, да, то есть есть отдельная там категория, понятно, это КВНшки, которые пишут юмор, их можно выделить за скобки, потому что, ну, там в юморе, там, да, то есть там как бы свой такой определенный мир, да, вот, и, ну, может быть, те, которые писали, ну, есть и он, и категория, там, КВНшков, которые просто начали заниматься сценаристикой и как бы могут, может быть, писать и какие-то другие жанры. Но так или иначе, это все разрозненные люди, такие, знаете, ну, как сказать, с одной стороны, они живут, в принципе, в нормальной парадигме, когда есть человек, сценарист, да, он отправляет заявки, если эта заявка нравится, как бы по заявке заказчик определяет, хороший, это сценарист или нет, да, с одной стороны, ну, вроде, в нормальном мире все должно быть так, но это тогда как бы очень много опытных классных сценаристов и как бы и конкуренцию. Так. Сейчас, сейчас пропало что-то, сейчас, сейчас. Возьмите его, по-моему, выключили. Не-не. Все. Вот. И получается, что, ну, то есть, среди конкуренции, когда все, есть много сильных сценаристов, да, побеждают те, у кого хорошая заявка, да. Ну, мне кажется, что ситуация у нас немножко другая, то есть, нет хороших сценаристов, нет даже средних, ну, в смысле, в большом количестве, да, то есть, есть просто отдельные люди, которые, ну, скажем так, в основном такие предоставлены сами себе, да, и, ну, как сказать, могут учиться только от проекта к проекту, то есть взаимодействие, они взаимодействуя с кем-то не учатся, потому что, условно говоря, продюсеры их тоже особо ничему не научат, да, они могут только требовать, да, вот, они не взаимодействуют в сценарных группах, ну, это просто разрозненные люди, кто-то напишет на русском, потом переводит сценарий на казахский, кто-то пишет на казахском, да, вот. И, глядя, например, на, в том числе на вашу сценарную группу, да, у меня возникло ощущение, что, ну, просто сценаристы должны объединиться. Ну, то есть, опять-таки, глядя там на вот эти московские большие авторские группы, составы до 60 человек, да, там, ну, это, понятно, юмор, но если брать механику, они должны как бы объединиться хотя бы там по 3-4, какие-то сценарные такие маленькие команды, потому что, когда они будут что-либо делать вместе, да, там, ну, они, у них быстрее получится, ну, там, развиваться. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, и я так подумал и, честно говоря, хотел в начале года делать сценарную конференцию, я даже ее анонсировал, вот. Ну, потом я встретился с несколькими сценаристами, с несколькими разговорами по телефону, приехал, в том числе, в Киев, вот на семинаре, да, где собирались. И вот у меня, честно говоря, сейчас такое ощущение, что, в общем-то, ну, это такой тип людей, сценаристы, которые, ну, есть же плюс от работы сценаристов, да, можно сидеть дома, опять-таки, на удаленке, дистанционно, где угодно жить, писать сценарии, там, зарабатывать на жизнь, придумывать миры, и не ходить, условно говоря, в офис в Галсту, да, скажем так. И от всяких, там, от всяких козлов-начальников, да, не выслушивать всякую, там, почему в шапке, почему без шапки. Понятное дело, что они выслушивают, там, от продюсеров, от редакторов, но, так или иначе, вот. И я, и у меня возникло ощущение, что вот, вот, что как-то люди сами не самоорганизуются, с одной стороны. А с другой стороны, вот, есть ваш пример, в котором вы можете собирать большую сценарную группу, там, да, вас, ну, максимально на проектах сколько достигала человек, ваша группировка? Коля, у меня никогда нет одного проекта. А вот в момент, то есть, ну, у вас несколько проектов. Ну, вот сейчас на меня работают три редактора. И, ну, я человек 25 авторов. Человек 25. Вот по какому принципу, скажите, это трудно, не трудно, это, то есть... Смотрите, давайте вернемся к сценаристу. Кто такой сценарист? Сценарист, это, по сути, волк-одиночка. Это человек, который ненавидит всех, потому что все козлы и уроды. Я единственный гениальный, талантливый, самый лучший. И если мне не заказывают, это потому что все вокруг козлы и уроды. А если мне заказывают, ну, потому что я хороший, а все вокруг козлы и уроды. Ну, понятно же, понятно. И вот представьте себе, вот человек, который считает всех козлами и уродами, должен объединиться с этими козлами и уродами. Бездарностями. Бездарностями, сволочами, людьми, которые ни на что не способны, ничего не умеют. Ну, как бы приблизительно мышление сценариста таково. И каждый сценарист думает, что я звезда, все остальные бездарности. А как же вы объедините вот этих супер-эго коллектив? Да это невозможно. Супер-эго коллективы не объединяются. Это волки-одиночки. Поэтому и каждый из них завидует друг другу. Но есть редкие исключения. Редкие исключения на чем базироваться? Например, если ты уже заявивший о себе успешный сценарист, и ты четко знаешь свою цену, и ты точно имеешь заказы, то тогда ты пристаешь как бы жадно смотреть по окружению, ну, по окружению, и смотреть, а это не мне заказали. Почему? Ты думаешь, да потому что у тебя же работа, все равно тебе не лезет. И как бы ты уже начинаешь немножко вот это думать, да нет, ну почему-ка, ну, нормальные люди, да, концерт там. Но я тоже не все могу. Я бы, например, вот так вот здорово, как я так не сделала. Или так вот здорово. То есть вот сначала надо, знаете, вот путь роста сценариста. Сначала надо как бы ребенок захотеть сразу все, все игрушки, поругаться, пора это побить всех в песочнице, потом вырастить, подумать, что, собственно говоря, мне и одну игрушку-то хватит. Ну, это такой путь роста. И вот, но некоторые сценаристы этот путь роста не проходит, расстаются до взрослых лет вот этим ребенком песочнице, которому надо сразу все игрушки. И вот представьте себе, что для того, чтобы пройти этот вот путь, да, нужно быть человеком достаточно сильным. Потому что любой человек, любой сценарист, это, если это один взлет, то это пять падений. Ну, кто-то знает, не знает, но вы же понимаете, сотни заявок, сотни, при этом, это не красное слово, у меня больше сотни заявок, которые не восприниманы. Сотни заявок, сотни каких-то переговоров, разговоров, чайпики, приходы на каналы, проекты, которые не запустились, запустились, запустились и закрылись, запустились, не закрылись, но не заплатили. Ну, то есть, как бы, вот этот путь может пройти только сильный человек. И вот, мы что мы имеем? Мы имеем сильного человека, который уже повзрослел, понял, что весь рынок он написать не может, и он тогда успокаивается. Но таких немного. В основном, люди начинают, сценаристы начинают как-то искать виноватых. Тут главное, смотрите, главное право не искать виноватых. Если что-то идет не так, значит, виноват ты и никто иной. И люди же, которые начинают искать виноватых, они начинают вот остаются вот этой песочницей. Дальше мы получаем вот этого взрослого человека, да, устала, уставшего, побитого его жизнью, который уже понимает, что нужно искать себе братьев по разуму. И ну, как искать братьев по разуму? Тут, опять же, есть, я, например, работаю только с людьми, которые готовы мне подчиняться. Ну, которые, они могут быть в жизни, у меня в группе есть люди, которые очень личностные, они параллельно делают там какие-то свои проекты, делают с другими авторами. Я их уважаю, но в моем, в моей группе это жесткий авторитризм. Они, мои авторы, это понимают, потому что по одной простой причине. Я им, ну, когда мы там начинали с ними договариваться, я им говорила о том, что, понимаете, если я говорю, что мы делаем так, то мы делаем так, не потому что я авторитарная, потому что я работаю заказчиком, потому что я несоответственный, потому что я слышала за задание, и потому что там я буду потом объяснять, почему мы сделали так, и как бы. но не каждый человек готов подчиняться. То есть люди, которые не готовы подчиняться, в моей группе не переживаются. Есть люди, которые приходят с какими-то, а я буду, а я сделаю так, а я лучше, чем ты, а я, ну, вот сценарная группа это все равно иерархия, понимаете, вот все должны понимать, что ты вожак стаи, ну, собственно говоря, если тебе не нравится, ты можешь из этой стаи уйти, но пока я бегу во главе этой стаи, другого вожака в этой стаи не будет, потому что это не будет моя стаи. Но своих сценаристов, ну, половину точно я учила сама. Это люди, которые приходили ко мне с жутким желанием быть сценаристом и практически ничего не умея или умея какие-то азы, и, ну, как бы годы, годы и годы я тратила на то, чтобы их учить. Ну, как, я их учила не теории, мы с ними работали, но я даже сейчас там получила диалоги, почитала, позвонила, сказала, и что это такое, почему это так, почему это так. Мы же с тобой говорили, то есть я их продолжаю сучить, почему, собственно говоря, мои авторы, которые со мной работают, основной костяк ОПГ, почему они за меня так держатся? потому что они не только зарабатывают деньги, они все время находятся в поле зрения, ну, в поле зрения педагога своего, которому они доверяют, и которые, они действительно видят, как они, как они, ну, в профессии вырастают, потому что, да, их действительно никто не учит, но неправда, нет, есть куча конкурсов, есть куча каких-то уроков выложенных, но тут же важно не то, что получить, получить задание, важно получить хидбэк на свое задание, ты можешь книжку читать очень много, и тебе казалось, ну, кажется, что ты все понял, а ты тебе сядь, это напиши, а потом покажи человеку, который он там разбирается, и ты поймешь, что ты все понял, но неправильно, вот, такая вот стука, поэтому с наьюсом, в Киеве есть несколько сценарных групп, которые собираются вокруг таких крепких сценаристов, в основном это мужские группы, по-моему, вот такая в свободном плавании девичья группа одна, которая возглавляемая мной в основном это мужчины, возглавляют мужчин, или там подбирают девочек, одно это мужские, моя, по-моему, самая боевая, мы делаем больше всех, у нас больше всех заказов, и мы более мобильные, потому что женщины, как показал опыт, они более ответственные, они успевают и сделать с тремя детьми, и вовремя писать серию, а мужчины ходят за бой. Мне еще кажется, что женщины еще более включенные, что ли, на продолжительное количество времени на это переписывание, еще остается интерес к истории, еще что-то как-то восхищает, что ли, уже мы там полгода назад уже мы это уже обсудили, но вот все-таки оказывается, ну, то есть, я уже, для меня это уже такая пропущенная, а вы, например, когда говорите, нет, нет, там же вот такая вот штука есть, она там, она там сколько тут же, она же узнала, и вот, как бы, мы же тогда еще говорили действительно об этом. Ну, интересно, то есть, я просто делаю вывод, что, ну, это вопрос, во-первых, если брать самих сценаристов, это вопрос какого-то этапа роста, да, скажем так, то есть, надо просто к этому прийти, осознать, во-первых, принять это как профессию, а не как какой-то, ну, если, так сказать, какой-то просто дар Божий, который нужно распространять, да, вокруг себя, принять, что, ну, вот есть определенные лидеры, потому что этот человек берет на себя ответственность, получается же, вы, по сути, берете на себя ответственность за все эти творческие вещи, пресловутые, да, скажем так, которые свойственны творческим людям, да, там, я не знаю, ну, какие-то пропадания на время, какие-то, я не знаю, эмоциональные спады, какая-то необязательность, по сути, для нас, для продюсеров, вы все это амортизируете, да, чтобы мы с этим не сталкивались, вы, как бы, для, да, а для авторов я амортизирую невозможность рассчитаться вовремя, какие-то эти, то есть я, по сути, да, я амортизирую, с одной стороны, чтобы заказчик был доволен нашим продуктом, а с другой стороны, чтобы группа не разбежала с криками, здесь не платят, тут плохие люди, то есть, как бы, вот это все, да, я амортизирую, но больше, более всего, знаете, почему, что еще очень важно забыла сказать, что, когда ты работаешь в группе, ты должен быть, уже вернул, перейти на сторону компромиссов, то есть нужно научиться договариваться, сценаристы, как правило, договариваться не хотят, они вот что-то свое тулят, даже, они даже с заказчиком не хотят договариваться, они говорят, да нет, послушай, ну я же все придумал, да там будет круто, ты говоришь, да нет, это вообще не то, что мы хотим, мы хотели там, не знаю, молодежную мелодраму, а ты нам принес космические какие-то, какой-то там, сериалы, да нет, да кому нужна эта мелодрама, это я тогда работала, когда я как-то там, это все, да кому нужны эти там, молодежные мелодрамы, давай снимем про роботов, да блин, чувак, ну реально, мы тратим время, я тебе говорю, молодежные мелодрамы, хорошо, пусть роботы будут молодыми, вот, но если они не готовы искать компромиссы с заказчиком, то тем более, они не готовы искать компромиссы со своими коллегами, им кажется, что то, что я придумал, типа это круто, все, что придумали мои коллеги, это плохо, так вот, вот этот, еще один элемент роста, это когда ты начинаешь думать, не, ну это же, придумали, даже, ну да, у меня был хороший день, но это же лучше, и вот твое эго, оно перестает уже быть давлеющим, да, ты уже давлеет история. Ну и в этот момент ты учишься, в том числе развиваешься, мне кажется, профессионально. Конечно, конечно, потому что ты думаешь, слушай, ну да, можно же было так придумать, почему я об этом не подумал, конечно, ну, Коля, мы всегда учимся, мы учимся каждую минуту, мне кажется, то есть, особенно, когда мы что-то делаем, мы каждую минуту учимся, но вот в этот момент мы учимся смирению стариться вон, ну, потому что, как глава автора, наступить на горло собственной песни, сказать, да, мой автор придумал лучше, это никак не сможет, я могу, ну, для меня очень важно проект, продукт, который мы выдаем, а не сколько там моих находок, ну, это правда не важно. Если мы сделали круто, и я вложилась не 100%, а 50%, так отлично, значит, у меня хорошая команда, значит, у меня хорошие люди рядом со мной работают, почему нет? Значит, я могу взять еще один проект, значит, я могу взять еще один проект, что ли? Понимаете? Тут такая штука, что? Да, ну, это интересно, если вы рассказываете сейчас, я для меня, не то, что для меня какая-то новая, но с другой стороны, я сейчас стал лучше понимать это, и понимаю, что, ну, во-первых, я-то сам не хотел вокруг себя, или что-то с нашей компанией создавать, я пытался найти выход, а он в какой-то такой эволюционный, то есть, пока наши ребята сами не объединятся, получается, в эти группы, ну, я думаю, что мы не сами объединялись, но, конечно, если это элемент такой, роста человека, 18-летнему человеку, ну, я думаю, что здесь как пример только возраст, да, трудно объяснить, что там, я не знаю, там, общайся побольше со своими родителями, да, какие-то такие вещи, а в 50 или в 40, ты это уже гораздо четче понимаешь, ну, в смысле, просто потому, что ты вырос, наверное, действительно, какой-то эволюционный путь, мне просто самому не нравится, что, как бы, как сказать, так сейчас происходит, и у сценаристов наших, это считается нормальным, понимаете, нормальным, вот я не устаю повторять старую, вот эту, вот, знаете, голливудскую историю, что я пишу, ну, многие даже просто не пишут, многие просто придумали что-то, им кажется, что это сценарий, он гениальный, и годами, знаете, то есть, он даже не может его показать, чтобы его как-то обсудили, покритиковали, а ведь, на самом деле, я уверен, почти все выдающиеся сценаристы, или вообще те, которые составили в профессии, они все проходят через справки, через то, что их критикуют, через то, что первые, грубо говоря, первые, то, что на поверхности, обычно, ну, не проходит, да, ну, как бы, это все же вполне нормальные вещи, но вот, как бы, люди живут с этим, им кажется, что когда-нибудь, их вот эту, одну единственную идею, ну, которая, знаете, завтра окажется, что это просто, там, лицо со шрамом, только про, там, только про казахского мафиози, ну, знаете, вся история, она вот в этом будет заключаться, вот, и они живут это годами, как бы, да, они как-то вот ждут этого нивелизованного шанса, а по сути, а по сути, это сейчас такая профессия сценарист, да, она все больше и больше становится самой востребованной, потому что роботы не могут писать сценарии, роботы могут быть бухгалтерами, роботы могут быть, оказывается, водить машины, а придумать интересную историю, никакие алгоритмы, уже люди пробовали, да, не могут, как сказать, это все равно придумывает человек, а этих историй нужно все больше и больше, и вот, ну, вот я больше вот как бы про это, но, наверное, классно, что мир глобален сейчас, и что вот мы сейчас с вами общаемся по зуму, мы с вами, когда мы работаем, мы с вами созваниваемся, тоже по видеоколу можем обсуждать, в том числе часами наши проекты, спорить о чем-то там, опять перезванивать, о чем-то говорить, вот, я хотел узнать, хотел подробнее спросить вас, вот, об курсе, который, то есть я сам мониторю онлайн школы сценарии, я в первую очередь смотрю, кто, кто является, ну, как раз, преподавателем, да, в том плане, что, наверное, преподаватель, который написал много проектов хороших, он все-таки предпочтительный, потому что, ну, я уверен, что такая, как сказать, обучение через погружение и через примеры на какую-то практику, оно, как бы, самое эффективное. Вы, я так понимаю, в июле будете запускать какой-то курс, то есть, у вас были курсы по мелодраме, по вот, которые я видел, анонсировались, да, в Фейсбуке, но сейчас будет какой-то более углубленный курс, да, для сценаристов. Будет более расширенный курс, он будет, 11 июля он начинается, мы запускаем расширенный курс, составляющий из трех модулей. Релиз этого курса, что каждый модуль следующий, он более сложный и уже для более опытного сценариста, то есть, первый модуль будет для начинающих, потому что, ну, это что, сценарный не первый курс был, мы были и до этого, и с чем я столкнулась? Приходят люди на курс по мелодраме, но как бы, я так понимаю, что люди понимают какие-то базовые вещи, ну, я не объясняю базовые вещи, потому что мы начинаем говорить только о мелодраме, и тут оказывается, что у меня полгруппа вообще не знает базовых вещей, и мне такая, а у меня же рассчитано время, да, у меня рассчитано, более того, сидит полгруппа, сидит, которые знают базовые вещи, и мне интересно повторять АБВ, а есть полгруппа, которая без АБВ просто не понимает, о чем мы говорим, и, ну, собственно говоря, приходится вот это, искать компромиссы, и это достаточно некомфортно не только для меня, мне все равно начинать с АБВ или начинать с мелодрамы, но некомфортно для другой половины аудитории, которая также оплатила этот курс, и хочет получить знания более сложные, да, поэтому первый модуль самый базовый, мы говорим о базовых понятиях, о каких-то самых простых вещах, для того, чтобы подготовить потенциальных наших студентов на второй и третий уровень, чтобы их знания уравновесить, чтобы когда они придут на второй модуль и на третий, чтобы их знания были уже в таком состоянии, чтобы мы понимали друг друга слово, и не нужно было там останавливаться и объяснять, ну, как вы не знаете, что такое поэпизодник? Так вот, поэпизодник это, потому что, когда я объясняю и человек одному, что такое поэпизодник, 99, в это время теряют интерес ко мне, к моим знаниям и вообще куда-то пропадает, но это, собственно говоря, нечестно по отношению к 99 человекам, но и по отношению, а пробросить этого одного тоже нечестно, ну, потому что, если мы говорим сейчас о том, как правильно застроить поэпизодник, то, ну, человеку нужно объяснить, что мы застраиваем, иначе он не понимает. Вот, поэтому этот курс вот так вот застроен, он застроен по уровню, ну, как бы, каждый следующий уровень сложнее, в каждом следующем уровне больше лайфхаков моих, которые придуманы мной, вот, например, вот этот курс по мелодраму, о котором мы говорим, мне он очень нравится, я ему очень дорожу, он весь, он весь написан на собственном опыте. Информации о том, как писать мелодраму, практически нигде нет, то есть никто не выводит мелодраму, Светкова выводит в прям целые книжки, ну, про героя, про 80 хамедийных характеров, про детектива меньше информации, но тоже есть, да, какие-то про процедуралы, какая-то информация. Мелодраму никто не воспринимает в серьезе, всем кажется, что писать мелодраму очень легко, но оказалось, ну, как можно подговорить, что писать мелодраму сложнее, чем писать детективы, потому что детективы пишутся по формуле, ну, сначала для формата, для своего детектива нужно вывести формулу в рамках поставленной задачи, а потом по этой формуле застраивать каждую историю, придумать преступление, ну, собственно говоря, если ты человек с мозгами, то придумать преступление и расследование так сложно. Мелодрама – это всегда об эмоциях, и вот заставить зрителя эмоционировать, вибрировать и вызывать у него эмпатию к героине, это формулы не помогут, есть более глубокие, глубинные знания, и вот этот висклок написан на моем опыте, и этот опыт, как бы, мне кажется, колоссальный, потому что такого количества эмпатию к героиням, как и я написала, особенно для Казахстана, наверное, написал из ныне живущих никто сценаристов. Так вот, и вот этот просто, вот каждый второй и третий уже уровни, они будут более авторскими методиками, насыщены, потому что тогда, когда мы на первом уровне приведем всех своих слушателей к определенному уровню, то тогда мы сможем говорить более на одном языке, это очень важно. Ну, это получается, как в английском языке, знаете, там есть уровень, да, да, мы брали, я и брала за основу английский язык, ну, типа вот эти учебные программы, которые, каждый следующий уровень, уже к нему может приступить только тот, тот прошел предыдущий уровень, потому что тогда он получает уже возможность более широко, там, то есть не выучив каких-то базовых слов, ты не сможешь прийти к другому уровню и построить эти все правильные диалоги. Да, то есть сначала надо... Сколько по времени будет занимать каждый модуль? Каждый модуль будет занимать по времени... Сейчас мы... Это... Будет 12 занятий на каждом модуле. Это еженедельный? Два раза в неделю. Два раза в неделю. Два раза в неделю, по полтора-два часа он будет занимать... Ну, там, сколько-то... Будут практические задания какие-то, да? Будут практические задания, но с ними будет сложнее, потому что, смотрите, опять же, чего я хочу добиться от слушателей? Я хочу добиться от слушателей, чтобы они научились взаимодействовать между собой. Поэтому это, как бы, как такой призыв, который я выдаю наперед. Мне бы хотелось, чтобы практические задания друг-друга они читали сами и давали фидбэк. Во-первых, когда ты работаешь как редактор, ты развиваешься как сценарист. Потому что то, что не видно в своем тексте, очень замечательно замечается в чужом тексте. Те ошибки, которые сделал сам, очень хорошо видно в чужом тексте. Если ты достаточно умный человек, ты увидев эти ошибки в чужом тексте, ты начинаешь их поговаривать и говоришь, о-о-о, по-моему, у меня такая же я пойду у себя «А, точно! Я нажал, помотал, помотал». То есть вот у меня есть опыт, да, у меня есть опыт моих авторов, которые становились редакторами и вот когда этот человек автором очень много времени там, ну, как-то развивался медленно, то становясь редактором этот автор начинает развиваться стремительно. Потому что вычитав 15 чужих сценарий и дав 15 ошибок, 15 там, не 15, 15 правок, на каждые 15 сценарий кучу правок, он уже, он говорит, о, наконец-то начинает понимать. Я понимаю, почему это было важно. То есть этот человек начинает очень стремительно развиваться. Это один из плюсов. Второй плюс, я как бы всегда говорю на всех сценарных курсах, что сценаристы, даже если нам больно, неприятно и все остальное, должны объединяться. Потому что когда твой текст читает твоя мама, бабушка, жена, любимая девушка, она всегда скажет, боже, это гениально, ты у меня такой талантливый, ай, боже, какая шо. Это человек, который не объективен. Ну, они нас любят, и все, что мы делаем, в этом случае можно вспомнить поделки, которые приносили маме детского садика, да, черти шо, то ли пенек, то ли ежик, а мама говорила, боже, какая прелесть. Вот представьте, что вот даже если там сценаристу 40 лет, и он принес к маме вот это, то ли пенек, то ли ежик, она все равно говорит, боже, какая прелесть. Поэтому для того, чтобы получить действительно фидбэк какой-то, нужно давать читать людям, которые, во-первых, не близкие, которые не будут тебя жалеть, и даже если они немного злые, и даже будут немного жестче, чем тебе бы этого хотелось, для профессии это полезнее, потому что в любом случае, если они скажут какие-то вещи, которые тебе не понравятся, и которые не имеют такого отношения к этому сценарию, ты можешь отмахнуться от них, но ты выйдешь готов к тому, что ты получишь такое же от редактора, и ты тогда не будешь удивлен. Типа, ну да, собственно говоря, мне об этом. То есть лучше, в этом случае, лучше получить ложку дегтя, чем бочку меда, потому что потом от редактора придет бочка дегтя. То есть, есть хорошая штука, когда ты читаешь эту заявку бесплатно, то этот человек должен потом в свое время прочитать твою заявку тоже бесплатно. Вы начинаете взаимодействовать. Тут главное вот правило, опять же, все начинающие сценаристы боятся, что их идею хранатут. Да, действительно, иногда идеи воруют, но если сценарист не будет показывать никому свои идеи, то он никогда ничего не продаст. Ну то есть, все, что находится у тебя в голове, знаешь только ты, но, собственно говоря, это никому не приносит никакого толку. Если человек боится, что его идею прадут, он не сможет реализовать свою профессию, потому что сценарист это человек, который выдает очень много идей на горах, его задача выдавать идеи, креативить, выходить по дюсерам, а есть такая, есть такая, и если ее украдут, то, как бы, действительно говоря, да, упс, украли, печально, ну и что, зато я еще придумаю еще 15 идей. Вот это... Если ее украли, значит, она чего-то стоит, да, скажем так, а я таких идей еще, ну, по идее, должен придумать, придумаю еще 10 завтра таких, если, значит, ее кто-то оценил, говно бы не стали воровать, да, словно говоря. Да, говно бы не стали воровать, значит, я молодец, значит, я хорошо придумал. Не надо бояться. Так вот, возвращаясь к нашему курсу, то есть, мы, я попробую построить такое взаимодействие, чтобы студенты, ну, слушатели сами взаимодействовали между собой, потому что, во-первых, это важно, мы же делаем международный курс, да, и, собственно говоря, было бы здорово, если бы, например, казахские сценаристы читали украинских сценаристов, украинские сценаристы читали казахских сценаристов. Это разный уровень подготовки, разный уровень вообще элементальных вещей, то есть, это здорово. И, ну, что-то буду читать я, но это все как бы будет регулировано уже на уровне, когда мы там начнем наше занятие. Что еще, хорошо, интересного, ну, с этим, с курсом связано, это то, что по факту человек, может подключиться к любому уровню, да, то есть, все уровни, они оплачиваются отдельно, каждый уровень оплачивается отдельно, вся информация есть на сценарном, можно посмотреть, то есть, если человек считает, что первый уровень ему как бы не нужен, он может подключиться сразу к второму модулю, но, тогда он не будет, он не, у него не будет права спрашивать меня, что такое поэпизодник, тогда ему нужно будет самому разбираться, что такое поэпизодник, то есть, То есть, считаю, что ты достаточно опытный для того, чтобы не проходить азы, но можешь идти дальше. То есть, в том, что сейчас я предлагаю своим слушателям, плагиата как такового нет. То есть, из книжек тут ничего не вспоминает. Я не придумала все это. Это все информация, сценарная информация, которая существует. Но адаптация этой информации авторская. То есть, не будет никаких ссылок на какие-то известные или неизвестные произведения, потому что, опять же, это вот тут колоссальный опыт, который, понимаете, когда ты делаешь много проектов, ну, я действительно делаю много проектов, когда ты делаешь много проектов, то каждый проект дает тебе какой-то определенный опыт. Ты там тому научился, там тому научился, там тому научился. Если, например, там, вот сейчас, в этом году, да, мы писали для вас. Для вас писали истории про маму. Для колбака писали боевик. Для еще одного продюсера писали меланраму меланрамскую. То есть, и мы это делали практически одновременно. Ну, и для вас еще писали легкую меланраму комедию, да. То есть, это все, это все каждый, каждый из проектов, он чему-то учит тебя. Вот этих, и это все можно будет рассказать и поделиться и научить. Ну, я вообще думаю о том, что нашим сценаристам или тем, кто хочет стать сценаристом, им лучше пойти вот именно на этот курс в том плане, что, мне кажется, им надо пойти по пути меланрамы. Ты понимаешь, что все молодые, например, они хотят что-то вот типа, вот это всех кино в голове, но если вот говорить о тех, кто зарабатывает деньги, скажем так, им, мне кажется, нужно по этому пути пойти. Почему? Потому что он наиболее близок, в том числе и сценаристам. Это удивительно, но я, некоторые вот очень криминальные фильмы, ну, как только они начинают их писать, вот прям очень криминальные. Вот прям бандиты, как бандиты. Но как только они начинают писать не с заявки, а вот полностью, да, ну, хотя бы фильм даже, она превращается в мелодраму все равно. Я не знаю, почему это пишут какие-то брутальные пацаны. Они потом начинают, там, мама, там, болеет, там, эмоция и так далее. Я понимаю, чего они хотят, но по сути я понимаю, что внутри, ребят, вы лучше, ну, как бы, понимаешь, что все эти штуки работают и там, и там. Но мне кажется, что если, например, наши научатся писать мелодрамы, то, во-первых, на этом можно заработать, во-вторых, как бы... Это костяк? Да, во-вторых, да. Во-вторых, вы очень близко к тому, что, ну, вы и так придумываете. То есть мелодрам, мне кажется, что она, как сказать, это в ситкоме, там хоть как и в детективе есть тоже формула, но там еще очень много таких обстоятельств, которых нужно обкатывать годами и так далее. Мелодрама тоже, конечно, хорошая, нужно учиться годами, но она все равно намного ближе, я имею в виду, в плане результата, понимаете? Ну, в смысле, ну, ты написал это, если у тебя получается, вот именно вот как у людей, как любит наш сыновей, если ты говоришь, «жиза», да? То есть вот это вот жизненные ситуации, эмоции, то ты у тебя, то есть ты можешь это воплощать. Ну, а то, что ты там на Тарантино, как бы говоря, ну, как сказать, замахиваешься, ну, со временем будет и Тарантино. Но мне кажется, нашим более такой путь, более прямой, это писать мелодрамы, во-первых, потому что у нас, наш народ их любит смотреть, во-первых. Во-вторых, на этом можно зарабатывать деньги, если, я не знаю, если кто-нибудь из выпускников, я не знаю, какие у вас планы, но если бы они могли вступить в вашу ОПГ, и кто-нибудь из наших бы мог вступить, я бы вообще сказал бы, я бы с радостью. Я бы с радостью, я принимаю людей в новых людей в свое время, но эти люди должны показать абсолютную заинтересованность, стопроцентную и очень большую отдачу, потому что брать мертвые грузы мне не нужно, у меня все люди работающие, и вот, да, у меня в Украине, вот, каждый день мне пишут запросы, типа, возьмите у меня сценарную группу, посмотрите, возьмите у меня ОПГ, я хочу ОПГ, но работать в ОПГ не так легко, как казалось бы, потому что мои авторы ОПГ, у них очень жесткие сроки, у них очень жесткие ограничения, у них очень много всяких моментов, с которыми они соглашаются априори, и, ну, это важно, давая вам какие-то обещания, я должна быть уверена, что мы эти обещания выполним, поэтому, если человек не хочет играть по нашим правилам, он не попадает в ОПГ, но, если человек хочет играть по нашим правилам, показывать свою заинтересованность и показывать мотивированность свою, то, собственно говоря, почему? ОПГ мы тоже можем сказать, более того, если у нас будет такое количество сценаристов, ну, казахских, с которыми можно списать казахские проекты, это тоже будет очень интересно, то есть создать казахскую группу для написания казахских сериалов, почему нет, я только за, но тут важно, чтобы люди доказали, что им это, ну, что они этого действительно хотят искренне, а не просто это прихоть. А по поводу мелодрамы, Коля, я вам такое скажу, помните, был такой сериал, он тогда Советский Союз порвал, Спрут? Да. Помните? Крата Катани? Да. Помните ликвидацию? Да, конечно. Так что это? Ну, это, ну, драма, наверное. Это детективы с четким, выраженным мелодраматическими линиями. Любой хороший детектив, любой хороший боевик, это в основе своей мелодрамы. Почему идет, почему какой-нибудь Брюс Уиллис или там Шварценеггер идет спасать этот мир? Он не спасает мир, он спасает любимую женщину, дочку или там еще, кого-то близкого. Ну, кого-то близкого, но про родителей не помню, но он всегда спасает того, кто кого он любит. То есть, мелодрама – это основа всего. Она королева сценаристики. Ну, если правильно застроить историю и правильно разложить ее, то потом, конечно, можно добавить жискоча. Но, понимаете, все, что происходит в этом мире, все происходит, потому что люди эмоционируют. Вот даже если у вас разборки бандюков, то почему эти бандюки пытаются эти деньги там долго отжать? Какая у них задача? Ну, что они? Ну, он отожмет эти деньги, садит и будет сидеть? Нет, нет, он повезет своей бабе бриллиантово колье. Ну, или свою семью на Канаре. Ну, что там будет у него? Он для чего-то это делает. Это вот правда. Я вот с этим вообще полностью согласен. Ну, в смысле, насколько я не знаю, мелодрама, я думаю, что драма – это там условно, если мы берем все-таки взаимоотношения людей, это, ну, на нее сажаются все жанры, на нее можно играть. Когда я говорил пример, я говорил о том, что визуально и жанрово, понимаете, это переходит в мелодраму в том плане, что, ну, условно говоря, этому уделяется, ну, как объяснить? Это может быть, но в рамках только что снятого очень круто какого-нибудь кулачного боя, условно говоря, на 5 минут. Если у тебя 30 минут после этого вы разговариваете с мамой больной, как бы… Это плохая мелодрама, это плохо сделанная мелодрама. Нет, а я так говорю про боевик, понимаете, в том-то и дело, что, по сути, люди, когда садятся писать, понимаете, им сначала кажется визуально, что они пишут, ну, там, какую-нибудь там, какую-нибудь такую историю, которая, ну, она про стрельбу, но когда ты садишься, ты не можешь 90 минут, чтобы все стреляли, только стреляли, правильно? И ты начинаешь писать, и потом все все равно скатываются в отношения, и это нормально. Я просто говорю о том, что это сидит внутри этих же сценаристов, как бы они презрительно, там, может быть, не относились к этой мелодраме. И я к тому, что это близко, и это более, как сказать, то, что ты, ну, как бы, как сказать, знаешь. Если, например, в каком-то таком крутом, очень специфическом, даже в том же вашем вскрытие покажут, нужно, как бы, все-таки знать какие-то вещи по криминалисту. Нужно быть экспертом. Да, то есть, понятно, что, понятно, что там тоже эта история отношений и так далее. Но нужно погружаться в том, что, ну, что там есть, там, криминалистика, там, все это превращает в сюжетные ходы, чтобы это все работало, детали и так далее, предметы. Но мелодрама – это то, что ты, в общем-то, знаешь, только расскажи, это интересно, что было это ярко, там, ну, и так далее. Вот. Ну, вот как-то так, да. Ну, в любом случае, мелодрама – королева. Я не спорю. Я не спорю, значит. Тем более, не спорю с королевой мелодрам Казахстана, России и Украины, поэтому… Поля, ну, тем более, смотрите, ну, наш курс вот этот, он не по мелодрамам, он как бы по сценарям, мастерству в целом, и мы будем говорить о каких-то базовых вещах, которые важны для любого жанра. Но главное, чтобы эти базовые вещи были для пользователя, да, для сценариста, а не на уровне… ну, то есть о них надо было думать. То есть это все должно быть уже на кончиках пальцев. Да. Потому что если профессия на кончиках пальца, тогда, ну, в этой профессии можно чего-то достигнуть. Условно говоря, для того, чтобы было написать черный квадрат, Малевичу пришло… ну, нужно было доказать самому миру, что он умеет рисовать и рисует и портреты, и все, а потом уже можно было рисовать Малевича. То есть ни в коем случае не наоборот. Да, хорошо. Вот, для того, чтобы делать авторское что-то, авторский боевик, авторский… для того, чтобы замахиваться на Тарантино, надо сначала доказать, что ты умеешь вообще, владеешь профессией и можешь создавать продукты важные и крутые, а потом уже Тарантино. Да. Да, согласен с вами. Лиз, большое спасибо. Я всю информацию о вашем курсе размещу под нашим видео в описании, в социальных сетях сделаю отдельные ссылки. Ну, я надеюсь, что у нас появится на вашем курсе хотя бы несколько человек из Казахстана. Я очень надеюсь, что надежда только на них самих, чтобы они как-то с вами вместе, с вашей помощью обучившись потом стали самостоятельными. То есть у меня нет, например, цели, чтобы они были только со мной и так далее, но я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь появлялся, объединялся и они как бы развивались. Потому что, ну, мне кажется, что, по сути, за этим какой-то выход на следующий уровень, на уровень, на котором находится, например, сейчас Украина, которая стремится еще более на следующий уровень. Я думаю, что у нас, я думаю, что у нас не менее талантливые люди, но у нас не так развитая индустрия и нам надо еще много чему учиться, поэтому, ну, я только приветствую ваш курс и я думаю, что вы, как человек с большим опытом, можете очень многому их научить. Большое спасибо за этот разговор, я думаю, у нас в течение года еще будет разговоров, потому что, наверное, времени не хватит для того, чтобы обсудить все. В следующий раз я бы хотел более вообще практично как-то подойти и, может быть, какие-то проекты даже поразбирать, может быть, пообсуждать, поспорить в том числе. Большое спасибо. Это была Лейсия Волошин, глава группы ОПГ. Лейсия Волошин. ОПГ Лейсия Волошин, а не просто ОПГ. Вот, и курс, который будет 11 июля онлайн, мы еще тоже на своем канале, на своих страницах будем анонсировать. Это был проект серийный продюсер, меня зовут Николай Пак, всем пока, ссылка об информации, информация о курсе будет в нашем описании. Все, всем пока, Лейс, спасибо большое. До свидания, Николай. Спасибо.